Сделано в ветке. На этой выставке собраны артефакты, которые рассказывают о развитии зубоврачебного дела в дореволюционной вятке. Собственно, эти артефакты, эти экспонаты для выставки предоставил Сергей Касанов, историк медицины, краевед, действующий врач, стоматолог-ортопед и Сергей Ахметович сегодня в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Зубная у нас сегодня передача. Зубная передача. Тема. Поговорим о выставке, поговорим, собственно, об истории стоматологии в нашем регионе, в нашем городе. Это первый опыт, Сергей Ахметович, выставки такой? Ну, вот данная выставка, она как бы чисто тематическая. То есть... Именно это направление стоматологическое. Это направление, да, именно по стоматологии. Потому что до этого выставок 20 я делал. В том году три выставки было. Ну, там посвящено 150-летию Красному Кресту. Доктор Айболит родом из Вятки. Ну, это такие были как бы общие темы, связанные вообще с медициной, с Вяткой и так далее. А здесь чисто тематическая выставка, которая посвящена как бы одному дню в истории медицины. Именно всемирному дню стоматологов. Ну, приглашаем жителей нашего города прийти на эту выставку. Сколько будет она работать? Давайте сразу по анонсу. Ну, она должна, в принципе, работать два месяца. Я думаю, что есть у кого желание посетить, потому что там можно увидеть очень интересные экспонаты, которые предоставлены из моей коллекции. Это не только, предположим, фигурки животных с зубами, фигурки стоматологов. Фигурки стоматологов, то есть понятно, что это стоматологи, он занимается лечением зубов. То есть он сидит в как бы кресле, изготовленном из камня или еще какого-то другого материала. Но есть интересные предметы доревационной вятки, которые связаны с доревационной вяткой. Это, например, первая кое-какая литература, которая была издана в тот период времени по стоматологии, по истории, по лечению гигиены полости рта. Это, например, дореволюционный знак, официальный врачный знак, зубной врач. Представляется, да? До революции был специальный знак. Он был специальный знак. Он вешался на грудь. На грудь, да. То есть на парадный мундир лекаря, врача-донтиста, стоматолога, ну, по тем временам донтиста, зубного врача. Это официальный знак, который вручался тем людям, которые заканчивали высшее учебное заведение и занимались практической деятельностью. Но из чего я делаю вывод, то есть это была очень почетная профессия? Это была почетная профессия, это одно. Второе, не так много было донтистов, зубных врачей. Вот. Поэтому это было довольно-таки престижно. Дальше. Там у нас в дореволюционной вятке были донтисты, которые занимались, конечно, частной практикой. Ну, давайте, да, уже непосредственно переходим к истории, да, развития забаврачебного дела в нашем городе. Насколько я знаю, первый стоматолог у нас появился в середине XIX века, да? Да. Первый донтист появился в вятке в 1847 году. Это был Михаил Ольшванг. Он пробовал очень короткое время. Ну, он давал... Он по происхождению, видимо, немец был, да? Да. Ольшванг. Да. И он давал вот такое короткое объявление. Честь имею известить почтеннейшую публику, что я прибыл в сей город на долгое время и желаю быть полезным. Делаю все операции по зубной части, чищу и освобождаю от винного камня, который есть опаснейший враг зубов. Рано или поздно происходит их потеря, избавляю от гнилости, истребляю дурной запах. Пломбирую пустые зубы вновь изобретенными способами и бальзамами. По самым новейшим методикам вставляю всех родов зубы, которые будут соответствовать крепости природных зубов без всякого изменения. Имею всевозможные способы для излечения зубов и бальзам для пломбирования пустых зубов. Предлагаю свои услуги почтеннейшей публике. Прошу удостоить меня доверенности и уверяю во всем вышеписанном. Немущие могут являться всякое время без платежа. Но его запомнили больше не как даже зонтиста, а как фотографа. Он изумительно делал фотографии, на литографии, делал снимки. Фотографировал виды людей. Виды людей, в основном людей. Но пробыл он короткое время и в дальнейшем уехал из Вятки. Подождите, не трогайте, люди-то к нему пошли, они вот откликнулись на это сообщение. Люди откликнулись, люди пошли. Но по какой-то причине, ввиду того, что или климат его не устроил, или что-то еще. То есть вот такой дальнейшей информации я не нашел. Какова конкретная причина его отъезда. А где он принимал, где он расположился, известно? Он располагался на Спасской улице. На Спасской. Вот. Но, значит, потом, в дальнейшее время, у нас на Вятке не было никого. Но в этот период времени... Из зубных врачей. И до него, в основном, зубы лечили каким образом? То есть лечили знахарки, цирюльники, коновалы. Лечили в смысле выдергивали? Значит, цирюльники удаляли. Удаляли. А знахарки... Заговаривали. Заговаривали. Готовили отвары. Шептали, нашептывали на воду, на что-то еще. И что, помогало или неизвестно сейчас уже? Это, вы знаете, это ведь психологический фактор. Кому-то, может быть, и помогало, а кому-то нет. Тогда удаляли. Но, в основном, это были заговоры. Они были чисто вязкие. Были российские заговоры, которые широко довольно-таки применялись. А вообще, когда на Вятке узнали, что вот есть такой врач, специализирующийся на зубах? Ну, вообще-то... Вот приехал к нам Ольш Ванг. Ведь он приехал на подготовленную аудиторию. То есть люди знают, что... Люди... Там наши вятские куда-то раньше ездили в другие города, возможно, лечить. Никуда никто не ездил. Потому что, в принципе, звание зубного врача впервые было присвоено Петром Первым в 1710 году Дюпелю, французу, который практиковал в Москве. А так, вот, с точки зрения, например, Петербурга, первым донтистом они считают Петра Первого. Петра Первого? Да. Непосредственно? Непосредственно. Петра Первого императора. То есть история тоже очень интересная. Почему? Потому что в 1697 году Петр Первый отправился в Голландию изучать науку. И увидел, как цирюльник удаляет зубы. Процесс понравился очень сильно. Процесс понравился. Ему удалили зубы или он наблюдал? Нет. Он смотрел, как удаляют. Ему понравился сам процесс. И он сказал, научи меня. Он сказал, не буду. Он заплатил ему большие деньги. Петр Первый. Чтоб тот обучил его умению удалять, экстирпировать, как сегодня говорят, зубы. И это все правда. Это не легенда. Это не легенда. Это правда. Петр Первый, научившись, прибегнул к практике. И что он придумал? Он объявил голландцам, что он может удалять зубы. И он будет каждому пришедшему голландцу за удаленный зуб платить по шиллингу. То есть ему приходили голландцы с тем, чтобы удалить зуб. То есть, видимо, ему на практике нужно было набраться, да? Он удалял им зубы, платил по шиллингу за каждый удаленный зуб. И вот сегодня в Музее этнографии в Санкт-Петербурге имеются коллекции из 73 зубов, лично удаленных Петром Великим. Первого. Интересно. Я не знал, честно говоря. Открытие. Открытие. Спасибо. Возвращаемся на Вятку, видимо. Да. Возвращаемся на Вятку. А в 1869 году на Вятку приезжает доктор Вальтер. То есть 20 лет, да? Мы тут жили без стоматолога. В Петербурге никого не было. Вот. Он приехал, но... Тоже немец? Тоже немец, но он оказался еще, ну, с моей точки зрения, еще тот авантюрист. Он развернулся круче. У него афиши выходили во всех газетах. На всех столбах висели. И он писал... Рекламное объявление. Да, развесил афиши по всему городу, которые огласили. Зубов больше не выдергиваю. Зубы вставляю без пружинных крючков. Бедным безвозмездным лечением. Но. Самое интересное. Пошли... Можно так сказать, не то что осложнения, а курьезные случаи. Например. Которые были описаны в вязких губернатских ведомостях. Предположим, приезжают пациенты Слободского. Он ему вставляет зуб. Тот едет. Обратно. Обратно в Слободской. А зуб стоил у него 7 рублей серебром. Это дорого по тем меркам, да? По этим меркам это очень дорого. И у него зуб попадал. Так как тарантайка тряслась и так далее. А там же привязывалось. Проволочки привязывалось. Ну, видимо, недостаточно хорошо и так далее. Кто-то возвращался, кто-то нет. Но. Мол, что-то такое, да? Что-то мне тут вставил. Я доехал обратно, возвращай. Он делал хитро. Он 5 рублей серебром отдавал, а 2 рубля оставлял себе. Мол, я же работал. Я же типа принимал. Вы же ко мне приезжали. То есть это чистые воды бизнес по-нашему. Развод, простите. Да, развод. Короче говоря, после этого, когда вышло несколько таких курьезных случаев и неприятных историй, с жалобами вышестоящие там инстанции, он из Вятки уезжает. Еще некоторый период времени колесит по уездам. Вятской губернии. Да, в Вятской губернии. И затем вообще исчезает. А он где располагался? Известно? А вот это неизвестно, где он располагался. У него кабинет был, где принимал. Вот, это неизвестно. Ну, а дальше у нас уже идет интересный период, когда в конце, значит, 19 века, в 1880-х, в 90-х годах у нас появляются донтисты. Уже несколько. А? Уже несколько, уже не штучно. Да, уже несколько донтистов появляются, которые имеют опыт работы, которые как бы наработали практику. Вот по ним очень тоже интересная информация есть, собрана. Например, Арансон Дон Львович. У него кабинет располагался на Спасской. Дом Светторжицкого. Это напротив, наискосок областного суда, нынешней Спасской. Дом сохранился до сих пор. И вот на выставке у меня представлена как раз табличка. Это деревянный дом, что ли? Нет, это каменный дом, двухэтажный. Областной суд? Напротив областного суда, наискосок. А. Вот там первый деревянный, напротив, потом еще один, и потом следующий, такой лепинный. Вот. И на выставке представлена у меня табличка. Донтист Арансон ведет прием с 9 часов утра до 7 вечера. Эта табличка висела на дверях, на входе? На дверях его кабинета. Как она вам досталась? Ну, это вот и в случае, так сказать. Пока я занимаюсь историей медицины, я в поиске, поэтому... У вас есть источник. ...когда-то поиск приводит к успешным результатам. Вот. Поэтому табличка довольно-таки такая массивная, тяжелая. Он был очень известен. К нему ходили в основном высококставленные чиновники. Вообще люди... Представители купечества. Да, представители купечества и так далее. Его брат был скульптор. Жил во Франции. Нелегально раза два приезжал сюда на вятку, потому что его не пускали. И есть сведения, что он подарил ему, а в дальнейшем сам Арансон подарил музею несколько его скульптур. Но где они и что, какова их история, например, я сведений не нашел. А какому музею? Нашему? Краевическому? Да. Ого. Вот. Дальше. Интересен факт, например, свадьбы Арансона. Стоматолога? Да. Не скульптора? Не скульптора. Просто это то, что его брат был довольно-таки известен и так далее. Он жил во Франции, а Арансон жил у нас на вятке. Свадьба? Свадьба. Ему понравилась представительница купечица, богатая дама. А из какого рода купцов? Вот фамилию я вам не скажу, но единственное скажу, что она довольно-таки была известна. Он пришел и сделал ей предложение. И она ему хотела ответить отказом. Тогда он берет стакан воды, достает мышьяк, высыпает этот мышьяк в стакан с водой, размешивает и говорит, если ты мне ответишь отказом, я сейчас этот стакан выпью. Ну и исход будет понятен. И? И в конечном итоге дама согласилась. Ох ты! Он ее просто к стенке, что называется. Он прижал ее к стенке, она согласилась. У них было 13 детей. Сколько? 13. Но 10 умерло в новом длинчестве. Ну это да, история такая характерная. Тогда смертность была высокая. Вот этим он, пожалуй, у нас в новятке и запомнился. Хотя, я говорю, к нему была постоянно очередь и так далее. Но когда вот пошел период... Он был молодым, кстати, человеком-то или уже зрелым мужчиной? Да нет, он уже был в возрасте, ему было за 30. Но когда, вот считайте, в 19-м году ему было где-то около 54-х лет. В 1919-м? Да. А это был конец 90-х годов. А мышья, кстати, он уже в то время использовался для... Да. Собственно, для того, чтобы нервы... Да, нервы успокаивали. Там еще для каких целей. Вот. И когда в 1919-м году прошел процесс национализации частных кабинетов, я к этому еще вернусь, но просто раз говорим про Аранцона, Аранцон, у него, значит, написали опись того, чтобы изъять. И дальше написали, что ваш кабинет не соответствует кабинету, установленному советской властью... По метражу в смысле? Вообще не соответствует. А, не соответствует. Потому что у вас пациенты находятся в прихожей. Надо или расширять, делать отдельную прихожую для пациентов. То есть, ну, от чистой воды придирка такая. В ответ на это, на все он пишет. Покупайте, забирайте кресло, машину, все прочее. Но, ввиду болезни, то есть, всех частных врачей переводили в зубоврачебную амбулаторию, которая открывалась как бы для всех неимущих, для всех представителей крестьянцев, для всех граждан вятки, короче говоря. А для всех все-таки? Вот. И я отказываюсь работать в зубоврачебной амбулатории. Вот это был его отказ от того, что, если он, как говорится, проработав столько времени, столько лет, и у него никаких жалоб ни на что не было... Пациенты всегда были довольны его условиями. А тут, получается, губы здравоотделу не угодила его прихожая. То есть, это как один из моментов этого же, такой ситуации. И дальнейшая судьба Арансона, раз он отказался. А в дальнейшем он уезжает в Москву, и дальнейшая его судьба надо искать. Искать. То есть, вы понимаете, вот занимаясь этой темой, она еще до конца не раскрыта. Есть много нюансов. Есть много вещей, которые есть интерес, как говорится, поднять, найти. Но это чисто архивные дела, потому что нигде пресса особо не найти. Кстати, вот здесь дом Арансона. Сергей Ахмедович мне показывает, да, бумагу. Вот он до революции, вот он сейчас в таком виде. Да-да-да, все, да. Это как раз наискосок. Дом, где, собственно, он жил, прием и так далее. А мы можем представить, как выглядел кабинет Арансона рабочий? Ну, как правило, кабинеты... Что за приборы использовались? Ну, использовались обыкновенно бормашина. Ну, такая довольно-таки неплохая. Бормашина была? Ну, педальная, по тем же временам, какие они были. Педальная? Да. Плюс ко всему там, конечно, были очень много инструментов. Вот если взять, например, переписи, что изымали... Ой, это сохранилось, да? Как раз, что новая власть, да? Да, что новая власть как бы оценивала и хотела изъять у частнопрактикующих докторов. Например, кресло с насосом, бормашина, столик инструментальный, плевательца, экстракционные щипцы, элеватор, стерилизатор, экскаватор двухсторонний. Пошли специфические названия инструментов. Инструменты для чистки зондов, гладилка, шпатель, ложка для амальгамы, пинцет, зеркало, шприц для воды, ступка для амальгам, бутылочка для ртути, флакон с колпачком, подставка для пяти флаконов, кубик стеклянный, пастер, расцветка с 26 зубами, щёточки для чистки зубов и так далее. То есть вот это чисто из архива документы, которые перечисляют, что было национализировано у зубного врача Махеевой. Махеевой. Ага, это другой врач. Да, это другой врач Махеева. Женщина, то есть? Женщина, да. Не только мужчину, но и женщину занимали как раз таким зубным. У нас были женщины и не одна женщина были. Притом Махеева потом становится во главе зубной амбулатории, открытой в 19-м году. А она где находилась? Так, Махеева находилась. Кабинет на улице Московской, дом Смольянинова и Волохнина. Это? Это между где-то Володарского и Свободой. Свободой. Володарская Свобода, недалеко от центральной площади. Все это ее имущество, ну тут еще есть перечень, было оценено в 7147 рублей по тем временам, которые, значит, выдали, а это все забрали в пользу, так сказать, государству. Государству. Сергей Ахмедович, у нас середина часа, подошло время рекламы, давайте небольшую паузу сделаем, после чего вернемся. Сделано в ветке. Напоминаю, что в библиотеке имени Герцена работает выставка под названием «Хранители наших улыбок», посвященная истории долю лиционного зубоврачебного дела. У нас здесь, на ветке, в ветке, автор, собственно, выставки, Сергей Касанов. В нашей студии мы продолжаем беседу. Сергей Ахмедович, скажите хотя бы несколько слов о тех экспонатах, которые вы принесли сегодня в студию. Что это? Это потом можно будет видеть на видеозаписи нашей программы, которая на сайте будет. Историю зубоврачебного в мире можно начинать с древних времен. Да. Вот. Потому что есть труды. Например, эскулапа в времене или о склепье у Гребка. Его изображение сейчас статуэтка. Это Гиппократ. У него очень много интересных работ по зубоврачебанию, то есть по тому, как исцелить зубную боль и так далее. А это наш известный русский хирург Николай Иванович Пирогов, который делал челюстно-лицевые операции и который занимался пластической хирургией. Простите, Николай Иванович, что я вас не признал с первого раза. Это Пирогов. Все. Теперь запомню. Вот. Сколько было стоматологов ближе уже к революции на Вятке? Конкурировали они каким-то образом между собой? Ну, я считаю, что особой конкуренции она, может быть, и была, но не в такой степени, как, предположим, сегодня. Но была, если только в том, где располагалось место, где находился тот или иной донтист. Если место проходимое, проходное, людей много. Изгур Лайзер Мордухович. У него кабинет был на Преображенской. Это на Энгельса. Израильсон Давид Израилевич. Первая зубная лечебница на Никольской, дом Макарова. Леплявская Софья Григорьевна. Кабинет на Преображенской. Явно, что два кабинета на Преображенской. Тут какая-то, возможно, конкуренция была. Про Махаеву Доротею Александровну я уже говорил. Вот известный очень всем нам по фамилии, но это Дантис Пуни Цезарь Цезаревич. Цезарь Цезаревич. Его сын был основателем физкультуры, спорта, основателем футбола у нас на Рядке. У него кабинет располагался на Спасской, в собственном доме. Это где сейчас театр кукол новый. Вот на этом месте этот дом стоял. Я очень хорошо его помню. Вот. И Пуни был известен, ну, как прекрасный донтист. И то же самое, когда проходила нациализация, ему вот пишут... У него тоже все отобрали, да? Да, в принципе, все отобрали, но ему пишут интересно. Столько-то ваш кабинет не соответствует тому-то, потому что у вас давно не производился ремонт, как бы. У вас маленькое, мы считаем, помещение. Вот. И поэтому вам, как бы, надо сделать ремонт, обновить оборудование, отникелировать инструменты. Ну, Пуни соглашается, в принципе, и уже в 19-м году он входит в состав... В той самой амбулатории? А? В той самой амбулатории, да? В зубной амбулатории. И уже вот в 18-м году его губернское дело взорохнение просит именно конкретно его собрать всех проживающих в городе Вятки зубных врачей и донтистов, предложив им организовать профессиональный союз и выработать устав. Также в срочном порядке обсудить декрет от 1-го октября сего года, опубликованных в известиях Центрального всероссийского комитета об образовании при отделах здравоохранения зубово-врачебных ячеек, согласно циркулярного распоряжения членов коллегии зубово-врачебных подсекций Народного комиссия здравоохранения от 16-го октября сего года. То есть, как бы его привлекли. И какой-то период времени он, да, он работал, но потом, в принципе, тоже прекратил. Сергей Ахмедович, дорого ли было вообще лечить зубы? В настоящее время мы знаем, что это такое удовольствие, но не дешёвое. Кто мог себе позволить? По тем временам это тоже стоило определённых денег, и всё зависело от того, каким методом лечили, как лечили. Ага. Если платёжки, да. Кто-то одной методикой пользовался, кто-то другой. Ну вот, ведь, понимаете, например, и зубы вставляли по-разному. Вот возьмите доллар, на котором изображён Вашингтон. 52 года у него остался один коренной зуб. У него был личный дантист, который ему три или четыре раза делал протезы. Вашингтон курсился от боли и не мог переносить эти протезы и пил опий. Поэтому на этой купюре он выглядит, как наркоман, старый, беззубый, с опущенными волками рта. То есть, ну это реально всё. То есть, зубы стали причиной деградации личности. Да, причиной деградации личности, потому что он подсел на опий, был наркозависим очень сильно. И даже купюра, которая вышла с его изображением, если детально рассматривать, то видно. Но это реальные факты. Был ещё такой Пьер Фошар. Это один из самых известных в 1720-70-х годах личный дантист Людовика XV. Он является, мы можем его считать, автором новых мастовидных протезов. Прообразом, который он создавал, дальше брекетов. Он делал лично зубы мадам Парпаду. То есть, был довольно-таки известен. И Людовик XV лично практиковался, ну, лично лечился у него. Единственное, что было странно немного в поведении Фошара, он никогда не ходил на вызова, не принимал приглашения ни за какие деньги, кроме очень известных людей. Например, таких, как Жан-Жак Руссо. Кстати, в том году, когда были сказочные игры, приезжал француз в образе Пьера Фошара. Я был в образе доктора Айболита. Вот, мы с ним, как говорится, пересеклись. Нашли друг друга, в общем. Да, пересеклись. Он ходил с зубом, который был сделан из какого-то пластика. Вот. И представлял образ Пьера Фошара. Ну, а продолжим у донтистов наших революционной вятки. Давайте. У нас остается пять минут, да? Значит, Соколова, Макровская Александра Викторовна, кабинет на Николаевской. Пула Мардина, Александра Константиновна, кабинет на Владимирской, дом Валенчук. Карла Маркса, ныне. Да. Кстати, у Палмарадиновой сын был очень известный инженер, выдающийся довольникой. А она жила в нищете. И вот она в 19-м году просит прошения. Прошу меня хотя бы в вечернее время дать мне поработать с зубным врачом, так как я лишена средств к существованию, и у меня нет денег. Ей в ответ пишут, вы уже стары. А сколько было тогда в тот момент? 69 лет. 69. И поэтому на работу мы вас принять не можем. Хотя дама была довольно-таки известна. А никакого пособия там у нее не было, ничего не получала? Ну, может быть, маленькое какое-то пособие. Но вот есть письмо ее, где она пишет, что у меня нет средств к существованию. Вот. Печально. Шейна Аснес Абарауна и Ширина Надежда Вульфовна. Но эти были донтистские в городе Ружум. Дальше. Пятикевич Аллоозий, зубной врач Слободы Кукарка. Советский. Дрягина Красноперова, Надежда Александровна, зубной врач Малмыш. Село Селта. И Черкова Небогатикова, Людмила Петровна, зубной врач, город Нолинск. Но это были вот такие, так сказать, известные. Но я могу сказать, что когда вот прошла национализация, и когда прошел процесс, вот частные кабинеты позакрывались практически, зубные амбулатории начали открывать. Но прошло буквально три года. В 19-м году был съезд зубных врачей в Москве. Терасистский? Да. А в 24-м был аденатологический съезд. И уже профессор Даугес, высокая трибуна, сказал, а на Вятке было 13 амбулаторий по Вятскому уезду, а осталось только три. Почему так происходит? То есть, вот сокращение, уход частно практикующих врачей, недовольных системой оплаты, тем, как к ним относятся, далее, он изменил вот такую структуру. Поэтому это было тяжело. То есть, а там оставался Нолинск, Малмыш и Вятка. Даже в Слободском зубоврачебная амбулатория, она исчезла. Ну и все-таки большинство практиковавших до революции зубных врачей, они согласились на новые условия работы или уехали, покинули? В основном уехали. Уехали, да? Меньшинство все-таки пошло в амбулаторию. Я брал список, пытался сравнить. Ну, где-то, может, процентов 20-30 максимум, кто остался, поработал. Ну, это до 24-го года. После этого у меня информации нет. Но, я говорю, вот национализация как пошла, там особенно 20-е, 21-е, 22-е, 23-е год. Ситуация резко изменилась, сократилось число дантистов, зубных врачей и так далее. И ситуация осложнилась довольно-таки сильно. — Сергей Михайлович, большое спасибо за этот исторический экскурс. Завершается наша программа, время истекает. Программа сделана в Вятке. Посетите выставку «Хранители наших улыбок». Обращаюсь к нашим слушателям. Работает в библиотеке имени Герцена. Вот такая интересная сторона нашей вятской истории. Спасибо, много открытий для себя сделал сегодня. Всего доброго. До свидания. Сделано в Ветке